Всем доброго здравия! Мы продолжаем наше духовное чтение. И начинаем новую главу, которая называется «Равновесие». Надо жить, проходя между двумя одинаково опасными утёсами Харибды и Сцилы. Желание умереть и желание продолжать жить. Хотеть умереть – не будешь работать. Не хотеть умереть – значит, что работаешь для себя. Они для Бога. Работа не только не есть сама в себе добродетель, а может быть, если не пороком, то причиной его. Человек, увлекаясь работой, как пьянством, пренебрегает своей духовной жизнью, ставит обязанности перед делом, впереди обязанности перед людьми. Как человек, живущий для славы людской, жертвует своей животной личностью для славы, но не может пренебрегать ею вполне, потому что она, его животная личность, есть необходимые условия его деятельности для приобретения славы. Так же точный человек, живущий для исполнения воли Бога, жертвуя и личностью, и славой людской для исполнения воли Бога, не может вполне пренебрегать ни телом, ни славой людской, потому что и то, и другое суть – орудие исполнения воли Творца. Может соблюдать их в той мере, в которой они нужны для исполнения воли Бога. Трудно найти эту середину – лезвие. И аскетизм для аскетизма, и юродство для юродства – грех. То есть, по сути, мы, живя в этом материальном мире, должны настолько контролировать, скажем так, свои чувства, чтобы, не привязываясь к этому материальному миру, идти к той высшей цели, которая стоит перед каждой душой, которая воплотилась здесь, на Земле. И в то же время оставаться здесь, на Земле, жить полноценной, счастливой, полнорадостной жизнью. В мечте есть сторона, которая лучше действительности. В действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение и того, и другого. Вот оно – равновесие. Я могу временами жить для Бога, помня смерть, думать только о своей душе, об улучшении ее, таком, какое нужно, не только здесь, но и там. Могу и жить для этой жизни, отдаваясь своим стремлениям. Но того, чтобы соединить и то, и другого, этого я не могу. А это одно и нужно. Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, ни тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения Богу среди людей. То есть полностью оставаясь погруженным в этот материальный мир, отдаваться в то же время воле Бога, воле Творца. Живя с людьми, не забывай того, что ты узнал в уединении. И в уединении, обдумывай то, что узнал из общения с людьми. Совершенствоваться нельзя, живя постоянно в суете мирской. И еще меньше возможно, живя постоянно в уединении. Самое выгодное условие для совершенствования – это то, чтобы в уединении вырабатывать и утверждать свое мировоззрение, и потом, живя в мире, применять его в делу. То есть мы медитируем не для того, чтобы уйти от материального мира. Мы медитируем для того, чтобы божественное через нас пришло в этот мир. Действительно, существует только я, мое сознание. Скажет, если так, то ничего нет. Нет жизни и смысла ее. Это неправда. Жизнь в уяснении, а это уяснение, может происходить только в мире временном и пространственном, который сам в себе не имеет значения, но необходим для работы уяснения сознания. То есть жизнь в материальном мире для духовного прогресса. Ничто духовное не приобретается духовным путем. Ни религиозность, ни любовь – ничто. Для чего Бог, существо духовное, единое и нераздельное, заключил себя в отдельные тела существ и в тело отдельного человека? Для чего существо духовное и единое как бы разделилось само в себе? Для чего божественная сущность заключила себя в условиях отдельности и телесности? Для чего бессмертное заключено в смертное, связано с ним? И ответ может быть только один. «Тот, что сделалось это для того или потому, что только при этой отдельности существ есть стремление к благу и осуществление его». Не будь нераздельного духовного существа, заключенного в пределы, не было бы в жизни. Жизнь есть единство в разделенности или разделенность в единстве. Только во времени и пространстве, то есть в состоянии отделения себя от всего, может быть жизнь, то есть движение, то есть стремление к расширению, просветлению. Если бы не было отделения частей, не было бы движения, не было бы жизни. Бог, говоря общепринятым языком, был бы неподвижный, один. Теперь же он живет с нами, по сути живет в нас. Нами, всеми существами мира. Без ограничения пространства и времени не было бы нас, не было бы блага нашей жизни, состоящей в расширении, просветлении. Так что не жаловаться надо на наши ограничения, а радоваться, благодарить за него. Только благодаря времени, движению, возможно, осуждение себя, раскаяние и вследствие этого радость духовного роста. Только благодаря пространству, отделенности, возможно, любовь и радость ее. Для недвижущегося и неотделенного существа, для Бога нет ни радости духовного роста, ни блага любви. Временная жизнь в пространстве дает мне возможность сознавать свою безвременность и духовность, то есть независимость от времени и пространства. Если бы не было движения во времени и вещества в пространстве, я бы не мог сознавать свою бестелесность и вневременность, не было бы сознания. Только сознание своего неизменяющегося бестелесного «я» дает мне возможность постигать тело, движение, время, пространство. И только движение вещества во времени и пространстве дает мне возможность сознавать себя. Одно определяет другое. Если бы вещество, через которое проходит божественная сущность, было не ограничено пределами, божественная сущность была бы во всем. И не было бы вещества, и не было бы движения, была бы нирвана. Если бы через вещество не проходила божественная сущность, то не было бы ни вещества, ни движения. Великая задача – соединить жизнь в Боге. Вечную, жизнью мирскую. Здесь, здесь и сейчас. Духовная и материальная – коромысла весов. Но, по сути, мы должны соединить в себе, всей своей жизнью, и материальное, и духовное, чтобы они были неразрывными. Ну что ж, вот это мы и пожелаем. Всем нам соединить духовное и материальное в нашей жизни. Всех вам благ. И до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok